Для модели зеркало как кнут, так и пряник. Оно напоминает девушке о ее красоте и красоте конкуренток. В танцклассе юные леди репетируют дефиле. Сейчас мы проверяем ваше дефиле по одной. По одной красивой окна, на эту стену вы идете, красивый дефиле, делаете красивый поворот. Смотрите четко в туру. А потом мы все вместе встаем в одну общую картинку и делаем общий дефиле. В этом году конкурс «Маленькая красавица Алтая» пройдет уже в 21 раз. Соберутся участницы со всего края. Кроме выхода на подиум нужно представить творческий номер. Девочки, которые участвуют в конкурсе, обязательно должны иметь творческий номер и чем-то еще заниматься. Мы оценим не только детскую красоту, но и детские таланты, харизму, их увлечение, их кругозор жизни. Я занимаюсь балетом профессиональным. Я танцую вариацию куклы из балета «Капеллия». Ленты с почетным титулом и блеск короны – не просто приятный бонус за труды, но и символ пройденной борьбы с конкурентками. С этим сталкиваются многие. Чем ярче девушка, тем больше у нее завистников. Тем важнее для нее поддержка и признание. В 2021 году я завоевала титул «Принцесса хрустальной короны Алтая» и также победила в конкурсе «Маленькая красавица Алтая». На данный момент я являюсь обладательницей титула «Маленькая мисс Россия». Стекло в туфельке – одно из особенно запоминающихся моментов всероссийского конкурса. Тем не менее, характер прошел проверку на прочность. После победы девушку приглашают участвовать в конкурсах за границей. Уже поступило несколько предложений на конкурсы в Турции, также на конкурс в Индонезии. Но зависит, буду ли я принимать участие в них или нет, от места проведения времени и согласия родителей. Активная подготовка конкурсанток начнется на школьных каникулах. Сейчас решают вопросы с организацией. Партнеры события готовят для девочек такие мероприятия, как детский спа, день или йога в бассейне. А также фотосессии в платьях и коронах. Эти фото нужны и для онлайн-голосования. Награждают по возрастным категориям, но гран-при получит одна и представит край на всероссийском уровне. Если один раз ребенок пришел на конкурс и он не победил, а такое бывает, ничего страшного, на этом мир не рушится. У вас, значит, надо что-то сделать, доработать, поработать дефиле, проработать фотопозирование, визитки, творческие номера. Просто надо работать. Это такая же работа и обучение, как любой спорт. Для желающих начать свой путь в карьере модели юных красавиц приглашают на кастинг. Он пройдет 10 марта. По словам руководителей агентства, желательно, чтобы у девочки были какие-то увлечения, помимо модельных занятий. Но даже без них ничто не мешает прийти и попробовать. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком.